Индустрии красоты, непродовольственным магазинам, а также бизнес-предприятиям, работающим в сфере услуг «Зелёный свет» с 18 апреля в Ненецком округе после месячного перерыва смогут начать свою работу спа-салоны, парикмахерские, солярии, сауны, косметические и массажные салоны. Такое решение принято в ходе совещания по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Оно прошло в Центре развития бизнеса Ненецкого округа под председательством в Рио губернатора НАО Юрия Бездудного. Малый бизнес переживает не лучшие времена. Такая ситуация по всей стране. И Ненецкий округ не исключение. Меры, принятые в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в первую очередь ударили по тем, кто работает сам на себя в сфере красоты, услуг и непродовольственных товаров. 27 марта нами был создан оперативный штаб по вопросам бизнеса. Куда вошли специалисты Департамента финансов, Центра развития бизнеса, пресс-служба администрации округа и в том числе наша пресс-служба, чтобы можно было оперативно сразу размещать информацию, разъяснение. Также у нас были в штабе юристы, действующие бухгалтера, то есть узкопрофильные специалисты. За время работы штаба поступило более ста обращений. Большая часть связана с работой магазинов, реализующих непродовольственные товары, спа-салонов, фитнес-центров. Также предприниматели обратились с коллективным письмом. Они обращаются с тем, чтобы, вы помните, мы когда-то пытались открыть, допустим, сферу бизнеса, с тем, чтобы вот эту сферу бизнес-обслуг, обслуги, которая выработала с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Наверное, имеет смысл все-таки на штабе возобновить эту тему и подумать, что начинать открывать, но с соблюдением и с прописанием всех требований, допустим, безопасности. Маски, перчатки и прочее. По словам в Рио губернатора Юрия Бездудного, на прошлой неделе была попытка возобновить работу малого бизнеса, работающего в данной сфере. Но после выявления первого случая заболевания коронавирусной инфекцией, решение было отсрочено. Однако сейчас, после оценки ситуации, можно дать зеленый свет предприятиям, работающих в индустрии красоты и услуг. Сейчас я понимаю, что открывать салоны красоты, парикмахерские сферы услуг необходимо, в противном случае, мы просто потеряем огромный пласт малого бизнеса. Поэтому такое решение, я думаю, мы примем сегодня на штабе из субботы. Разрешим работать с салоном красоты, парикмахерским, сфере услуг. При этом, открывая малый бизнес, делая такое послабление, мы ни в коем случае не должны дополнительный повод дать для распространения инфекции. Также будут открыты автосервисы и шиномонтажные станции. С просьбой разрешить возобновить работу обратились и автошколы. Сейчас они ведут обучение дистанционное, учащиеся утрачивают полученные навыки вождения. Можно рассмотреть вопрос о том, что вот эти автошколы, вот сейчас и частная школа «Гарант» обращалась, что возможность осуществлять деятельность, причем обучение правилного движения в режиме дистанционном, а вождение, ну, как оно и есть. Данное предложение Юрий Бездудный также поддержал, но с оговоркой, что автошколы будут проводить только индивидуальные занятия с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Да, здесь очень важно все-таки, чтобы Роспотребнадзор и в первом случае послабление, которое мы делаем, и в случае с автошколами выработал некие правила, требования и жестко проверял, чтобы они исполняли. Работа всех вышеуказанных учреждений будет регламентирована постановлением, в котором будут прописаны четкие алгоритмы проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при их работе. Выполнение контролировать будут надзорные органы. Мария Даник, Антон Бодряков, Телеканал Север.